Захватывающие сражения лучших команд мира возвращаются! StarLadderTV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси, на площадке спортивного комплекса Минск-Арена. Готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фонд турнира вырос более чем в три раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене, 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих! Вы получили запасные коды или другие цифровые продукты? Есть место, где вы можете продать их менее чем за одну минуту. Смотрите, перейдите на G2A.com. Нажмите «Начните продавать». Быстрая регистрация. Перейдите к «Мой аккаунт» и нажмите «Продажи». Продать продукт. Введите название, код, цену. И готово! G2A.com – цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ЕГейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Counter-Strike и StarCraft. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребят, мы вновь в прямом эфире. Продолжаем смотреть с вами за Старсерией. Американский дивизион. Левиафан, комплексити друг против друга сважаются. И в первой карте комплексити были немного посильнее. Ну что ж, карты по номерам 2. Драфты. Которые, кстати говоря, от драфтов в первой карте не отличаются особо. Потому что на ФП Левиафаны взяли Винтер и Верну. Комплексити, несмотря на это, вновь забирают себе Беспайтини. Но в этот раз Левиафаны добрали Брутул. Напомню, в прошлой игре там была Квапа на второй пик. Ну что ж, Левиафанам вновь придется мучиться против Зиза. Против товарища Влада на Тине и Веспе. Надо будет как-то обороняться. А может быть не обороняться. Может быть нападать самим. Посмотрим. Ну, вторая стадия драфтов у нас там поглощается. Акс. Энштопаришн. Ну, Левиафаны сейчас по замыслу должны убирать тех героев, которые довольно неплохо против Бруты стоят. Ну, Акс. Хорош против Бруты, мы знаем. Можно какого-то Легиона еще забанить. Ну, как говорят мудрые наши товарищи с высоким рейтингом. Контрит Бруту. Не какой-то конкретный персонаж, а конкретные какие-то действия. Против Бруты нужно просто уметь правильно играть. Грамотный геймплей Бруту уничтожает. Как, в общем-то, и любого другого героя. Ну, давайте посмотрим, что все-таки забанит Клайн Зебра. Слардару убрали. Так. Ну, самим нормально сыграть через Слардар и не вышло. Решили, что вообще никому его отдавать не будут. Хотя, кстати говоря, Слардар против Бруты, но в принципе тоже неплохо. Да не то, чтобы даже против Бруты. Ладно, подсвечивать каких-то инвизеров это, конечно, приятное свойство. Но вот самовозможность инициировать, впрыгнуть, напугает. Темпларочку запанили. Ну, вот сейчас будет очень интересный момент. Вторая стадия дра. С Виндлем Алоунс. На чем наши сердца опять ты будешь покорять. 10 секунд. Задумался с Виндлем Алоунс. Чего хотим? Ну, наверное, сперва мы хотим вообще загнобить Бруту. Проблемы уже Леофаны обозначили, да? Надо решать проблему по мере их поступления. Это самый дельный совет, который может пригодиться как и в доте, так и в жизни тоже. У нас есть проблема. Это Брута. Надо ее как-то законтрить. Нужно какого-то героя взять, который бы против нее хотя бы на линии неплохо стоял. Ну вот, есть Легионка. Легионка вообще очень хороша и подвиспо Айтини. Легионка хороша против Бруты. Просто вот, просто Легионка. Ну, Сэн Кинг тоже, вы знаете, довольно достойный выбор. Сэн Кинга можно использовать как лесника, который выформит себе быстрый блинг. Сэн Кинга можно использовать как героя, который непосредственно против Бруты будет на линии стоять. Сэн Кинг против Бруты тоже неплохо смотрится. В общем-то, вариант приятный. Найтсталкер. Легионка. Легионка. Ну, вот взяли героя для драки 5 на 5 в Интервиверну, а дальше Левиафаны решили каким-то соло персонажами ограничиться. Такие не боевые они, ребятки, в том плане, что в драке 5 на 5 они мало что могут сделать. Это Бруда и Найтсталкер. Соло убийцы. Найтсталкер поможет создавать спейс. На ранней стадии, будет бегать, скорее всего. Это Роумид пытаться кого-то гандобить, искать, убивать. Роумид пытаться. Роумид пытаться. Роумид пытаться. А почему даззл хорошо? Потому что это дополнительный баф для Тинника, потому что это дополнительный подхил для Тинника. Это все очень нужно. Это все очень сейвит. Ну, просто как вот такой опорный саппорт даззл смотрится хорошо. Ну и самое тут интересное, то что Сэнкинг однозначно перестает быть каким-то саппортом. А Сэнкинг у нас будет позиционировать себя как коргерой. А значит, это будет более-менее активный Сэнкинг. Дальше-то что? Семь леофан. Ну, надо что-то вот под Винтер Вивера, наверное, да, потому что Кола и Винтер Скерс это не драка все-таки. Вот Винтер Скерс плюс что-то в драку. Это вот смотрелось бы замечательно. Но опять же Квапу можно взять. Квапа в таких драфтах она все равно не теряет свою актуальность. Джайрокоптер. Ну, здорово. Против Виспайтининг гирокоптер хороший. Ну, просто как коргерой неплохо смотрится тоже. Ну и вот под Винтер Вивера тоже неплохое дополнение. Неплохо комбинацию можно устроить. В конце концов, и в начальной стадии гирокоптер тоже может неплохо юзаться, еще трогать бараджей. Так что, отбруфт там, то есть поддерживаем этот пик. Так, убирает Кваппейн. Ну, действительно, в комплекте побаиваются этого героя. Нет, интересно, а появится ли у нас вообще алхимик? Что-то я его не наблюдаю ни в банах, ни в пиках. Хотя герой вроде в тренде сейчас, модный. Юзабельный. Ну, кстати говоря, есть так по героям и смотреть. Алхимик, в принципе, для Афанбуп, наверное, неплох. Вот сильнейшего бюрста в комплекте нет. Да, алхимика сливать чем-то будет сложно очень. Сенкинг дает эпицентр, но тоже урон такой получается периодический. Алхимик там с каким-то актеринкором, радианцией под своим ультимейтом переживет. Вот, а плюс ко всему алхимику там в глубоком дате есть кому собирать аганимы. Герокоптер, Майтсталкер, Виттер Вивер, не, Виттер Вивер, не, что плохо. Точнее, бесполезно. Но, тем не менее, можно. Статов-то поднять. Короче, можно. Я к тому, что алхимика, про алхимика зря забывать. Внезапно алхимик может появиться. А может быть в комплекте, да, что-то узнает. Так, бана не было, что ли? Они его просто провтыкалили, или что это? Да, у них топ-тайм закончился. Никакого героя не забанили. Боже, Зебра, чем ты занимаешься-то? Вот, это так... Ну, есть два варианта. Либо он просто завтыкал, там сидит, залипает перед монитором. Либо у них такое бурное обсуждение было насчет последнего бана. И пока они обсуждали, они просто забыли кого-то убрать. Или еще один вариант, что меня просто забаковало. Они, на самом деле, кого-то забанили, но мы просто не увидим кого. Да, но это фейл, конечно. Если это не баг, то это фейл. Ну, и добирает себе Лину, Team Leviathan. Ну, хорошо. Составы комплектованы. Поехали смотреть ток. Вот, статистика подъезжает. Значит, давайте минуточку статистики. Итак, патч 6.85. Ребята из Leviathan единожды играли с Брутмазер. И эта игра была отвратительной, потому что Бруда закончила матч с КДА 0.83. То есть не зашел товарищ Дженкинс. Просто не зашел. Ну, интересно, вот второй опыт, вторая попытка Левathan поиграть с Бруда чем закончится. Сейчас узнаем в ближайшие 20 минут, может быть, полчаса, может быть, и час, может быть, и больше. Ну, давайте посмотрим. Так, значит, отправляется кто куда. С Виндебилонс. Ну, все-таки опять на оффлейн его отправляют. Ну, вот есть у меня чувство такое, что вот не надо Синдебилонса на ком-либо героя вообще отправлять. Сложно. Он плохо стоит там. Просто отвратительно. Ну, ладно. У меня попытка номер 2 будет исправить за Бруда. Ну, Зис будет, конечно, играть на Тине, Влад будет играть на Виспе, это мы видели с вами в первой карте. Чесси будет исполнять на Санкинге, это будет у нас Корсенькинг, какой-то же Кири я бы его назвал. Ну, а Зефрик будет играть на Дазли. Ну, Тим Левиафан. Нью Шэм Дота на Лайт Сталкере. Джейн Кингс на Бруде. Флайинг Зепус в Порт Виверна. Шиби на Лине будет катать. Вроде всех назвали. А, вот еще. Викит Косплей, как мы в перерыве выяснили, все-таки это тот товарищ Чилон Куа. Будет играть на Кирокомтре. Пробежались, об сервер поставили, здесь будет Бруда стоять, судя, потому что сетку что-то вкинуло уже. Что мы имеем против Бруды на Лине? Есть Санкинг, но хорошо. Вообще, просто вот одно из самых грамотнейших решений в комплекте, и почему здесь Санкинг есть, он должен был изначально стоять против Брутмасса. Так оно и должно происходить. Где бы Бруда ни стояло, должен против него быть Санкинг. Санкинг, который будет качаться через песочек. Через подкопчик. Ну, стандартный такой Санкинг. Бруде он жизни, по идее, давать не должен. Контроль цару пока. Без тени в меду. Вот эта линия поначалу должен будет, наверное, помочь. Интерверно может. И вот, смотрите, Бруда увидела. Увидела, что снизу будет стоять Санкинг. Ей это явно не понравилось. Много слишком неприятного против Санкинга на Лайне, поэтому она решила свапнуться. Поставили теперь Бруду на топ. Ну, против Клукверка, конечно, замечательно будет стоять Бруда. Я не скажу, что Клукверк особо сильно должен страдать. Ну, вот тут с одной оговоркой, что это Дженкинг, что Клукверки. Поэтому здесь, скорее всего, Клукверк будет не то, чтобы страдать, но, скорее всего, просто будет дохнуть там, стоп. Но эту теорию мы сейчас проверим. Так, а здесь Герокоптер. Но вот то, что Герокоптер стоит на сложной линии, это плохо. Плохо для Левиафан. Потому что все-таки сложная линия, это линия нелегкая, да? Привет, Капитан Чувидность. Вот, и здесь все же фрифармить Герокоптеру никто не даст. Всегда будут страхи от того, что помимо Санкинга на линию может прийти еще и Даззл, а может быть кто-то еще. Впоследствии появятся релокейты. Ну, и, в принципе, уходите из-под своего Таура, и Герокоптеру будет страшно. Знаете, разница того, что будет? Ну, пытается Виттер верно, конечно, помочь. Она здесь будет курсировать. С нижней линии на мид, с миды на нижнюю линию. Пробегает по дворному, ее прекрасно видно. Ну, и Зифрика лишает возможности прифармить второй стак Мегралов. Укиллит. Так, шиби говорят. Найс Дресс. А, это у него сет такой-то модный. Ага, ну, действительно модный какой-то. Это вот. Такую шмотку даже не видел. Лог, не знаю, если там. Пламя такое. Аркан-то я видел, а вот этот не видел. Блю, Бью, Витчинг, Флеер. Новый какой-то сет, что ли? Ну, выглядит классно. У него еще и какой-то стайл есть. Ну, ладно. Арктик Берн пошел, Зифрика немножко решили погонять. Больно, Зифрика. Больно, больно, очень больно. Ну, жить будет. Так, Найт Талкер здесь занимается отходами. Спаун здесь не заблочили, вроде как. Или заблочили, но подопоставлен Центрик. Поэтому отводы спокойно можно будет делать. Ну, Куберка начинает подгрызать. Пока держится неплохо свинами лонц. При всем при этом. Пока не умирали, это уже здорово. Ну, просто прудающий левелл слабоватенький. Основные нападки начнутся на левелл 5. В пятом, так, когда будет с плевками просто Дженкикс. Щемить противника. Так, в миде. 7 триллина. Более-менее неплохо. Подходит у нас Виск. Виск опять в инвизе. У Тинни есть ли прокаст? У Тинни есть прокаст. Лины, ну, 500 хп, на самом деле, пробить можно попытаться. Все грамотно сделать. Ну, другой вариант, что есть возможность подставиться. Не добиваете вы, Лины на развороте нам дает нюк, выбивает. Как говоря, качает Fury Soul. Нету стана пока. Есть Dragon Slate 2. Так, у нас там с воп-линиями. Очень грамотное решение. Опять же, поставить против броды лучше Сенкинга. Пусть герокоптер стоит снизу и будет стоять против Попверк. Пверк есть куча, что у тебя на легкой линии замечательно. Ну, давно было, надо уж так было сделать. Наверное, даже не то, что тут у нас сразу. Попытка еще есть атаковать. Ну, конечно же, попытка не уменьшается с успехом. Просто он ставит Сеншторм. И надо в панике просто Дженкингсу уводить всех своих пучков, потому что их просто погибнуть. Ну, таким вот образом Сенкинг будет стоять. Есть попытка, наверное, есть возможность все-таки попытаться здесь с Левиафаном купить себе какие-то дасты с Эндрике. Ну, может быть разочек, как честь, подставится. Неудачно, в Индис прячется, просто идти убить. Ну, хотя попробовать стоит разок. Так, Зиз. Тоснул на Виспа. И Станчик пошел по двоим. Хороший от Шиби и пытается Виспа убить. Да ладно, убьет ли? Да, убивает. Делает все расплатно, но потом погибает сам от товарища Тим. Ну, такой себе размен для комплекции получился. Все-таки. Конечно, размен получился Митера на суппорту, но однако же ФБ, ФБ отдали. Так, тут Дифрик. Пошли атаковать Нью Шему. Ну, это же Найт Сталкер, ребят. Найт Сталкер. Ну, убили, конечно. Долго били, но убили. Но, правда, здесь Бруда сделает даблкил сейчас. Ой, Танго. Съел Чесси. Пытался захайлайтить как-то там. Выкапывался скилл Мичант от Манго. Выкопался, но Бруда умеет ходить сквозь текстуры, поэтому ей было все равно. Так, ну и подарили здесь Бруде 2 килла. На ровном месте 1500 монет накапало. Неприятно. Ну что ж, 2-3. Начало такое более-менее боевое. Так, кстати, чем занимается Клокверк? Ну, очень интересно. Потому что я увижу, как у Геррокоптера топовый фарм на карте есть. Так, по идее, не должно быть. Она стоит на уфлейне. Так, Геррокоптер пошел на топ, прожали Смок. На топе будет попытка убить еще раз Инкинга и Дазла. Давайте посмотрим, насколько их попытка будет хорошей. Ну, Зефрику вообще выходить нельзя, потому что Бруда его просто-напросто окружит и убьет. Приходит у нас и витает Сталкер. Есть, кстати говоря, Дастин Кинг подкапывает. И... Просветка не юзается. Ограничится, наверное, все-таки киллом на Зефриков. Зефрик на себя Шеллоу Грейв, то там Хоминг Миссл. Да, и Зефрик здесь погибнет все равно. Много ресурсов, скорее всего, было затрачено Левиафанами. Все-таки они вчетвером сместились на топ-лини, чтобы убить Суппорта. Ну, прак есть прак. На Джейси. Просветили. Джейси, по-моему, запускает ошибку. Подкапывается. Рокет Берджин до него пока достают. Чейси, ну зачем же ты вышел? Чейси, Чейси. На ровном месте погиб. На самом деле, вот сейчас затраты ресурсов, они полностью оправданы Левиафанами, потому что они сделали 2 килла в результате. Если бы они убивали только одного Даззла, там еще можно было поспорить. Ну, и Чейси, Чейси что-то не то створил. Ну, вообще, не удивлен я, что стадия лейнинга комплексити проигрывается. Эти ребята могут закинуть на стадии лейнинга и потом вытаскивать за счет каких-то драк и хороших перемещений пока-то. Мы не видели еще ни одного подключения Веспа и Тинни, потому что нет левела шестого. Такие хорошие есть, можно зафармить. Не видели подключения Клокверк, у которого тоже есть фукшот. Когда эти ребята активизируются, может быть, дела пойдут получше. Пока, конечно, Левиафанами. Доминирует Чейси, просветил Дженкингса, видит Дженкингса и подкопать не смог нормально. Эпицентр юзает тоже очень плохой. Доминирует Чейси. Ну, исполнение так, на двоечку. Ближе к колу, наверное. Пятибалльный шкале школьный. Выполнено ужасно. Даззл на топе погиб. Опять же, чем занимается даззл на топе один, не знаю. Зизе поднимается на пригорок, встречает Ли на прокат. Бис пытается выхилить Зиз на развороте. Рассказал, где же фукшот? Вот он, фукшот моей мечты. Вот он врыв и делает даблкил Бис. Ну что ж, Зиза не осилили. Левиафанов самый сил был хороший. Вот план сам, да? Постоять на пригорке, встретиться пригорка, убить противника. Но подвела жестокая математика. Которая не позволила пробить этого самого Тини под хилом Биспо. Арканчики покупает себе Чейси. Снова на линии находит он Бортмазер. 1-2-0. Дженкингса 2-0-2. Кстати, Обливиан Став. Шикарно. Вообще, это быстрым Орхидом попахивает. Вот мы с вами пытались там Клапу как-то в пик Левиафаном засунуть, чтобы убил себе Орхид. Чейси! Ай, зажали, смотрите! Сайленс визит, ничего нельзя. Нельзя сделать и пододелать очередной килл. Качественно исполнено. Все равно, конечно, очень много ошибок допускает комплексти. Проигрывают они пока 2000. 1000 по экспириенсу. Ну, комплекции сами показывали, что как только они начинают подключать Писпотини, Клапьерка, все становится сразу хорошо. Синемилонс. Не было смертей. До этого момента не было смертей, все было замечательно. А тут вот зажали, опять Сайленс повесили. Орхид уже висит сверху. И... Подкоп! Да ладно, Хукшот бивается Ботлом! Неужели будет жить? Нюшем идет добивать! Нету воина, еще и Коги ставится! Фантастика! Как его здесь спас, Чейси? Как же он его спас? Или не спас? Нет, спас, спас, спас. Женкинс не догонит. Так, Нюшем сделал ТП-аут. Чейси ему там станчик прописал, что ТП еще одну. Нужна помощь. Ракетка сейчас залетит. Ракетка, Эзи Фрик тоже рядом. Чейси пытается бежать рядом, чтобы прошел Shadow Wave. Shadow Wave не проходит. Чейси подкапывает, потом подхилл, и это минус. На каком-то невероятном везении, нелогичном везении, когда держатся комплексы. Тут таких мини-моментов, где должны были комплексы просто в двух прах проигрывать. Они каким-то образом выживают, на разворот еще и убивают. Вот, кстати говоря, по поводу драфта. Да, мы помним, что Левиафаны... не сделали одного бана. Так вот, по поводу комплекса, и за ними тоже числится один косяк. На четвертом саммите они тоже сделали 4 бана вместо 5. То есть последний бан проигнорировали. Не знаю, с чем это связано, но... Периодически так американские команды у нас делают. Ну, видимо, что-то возможно в этом есть. Вообще, мне интересно, вот в этой игре, когда они 4-й бан пропустили, 5-й бан пропустили, они выиграли эту игру или нет? Надо ввести такую статистику тоже. Может быть, секрет победы заключается в том, что ты не делаешь последний бан? Тем самым морально уничтожаешь противника, который просто в панике. Такие, о, боги, команда настолько жесткая, что не делает банов, как мы можем их выиграть, никак и проигрывать. Или же все-таки... Все-таки по справедливости, по логике. Команд, который не делает бан, должна проиграть. Так, с Веномилон, с фукшот, Шипи снова не хватает. Дэмэджа. И умирают. Ше-7. Они такие неважные пока попытки получаются у Лины кого-то убить. Ну, вот опять же, в сравнение мы ставим Чесси на линии с первой карты. И вот на линии товарища... Ну, как он? Шипи. Шипи пока получается хуже. Киллов не делает, быстро в Юлу нет. Так, Чесси снова просветили. Дает подкоп. Ну, сейчас его будут съедать под Орхидом. Сразу же Лоу Грейв, конечно же. Колдаун залетает. Чесси нет депаута. Чесси с Эндшторм. Погибает. Минус 2. Сразу же пытаются, конечно, приходовать нижний тавр. В свою очередь, и не с виспом занимаются все ровно тем же. Из Из в этой игре покупаете Блинк. В той игре, напомню, Блинк проигнорировал. Он купил себе барабаны, потом Аганим сразу. А тут кто-то решил, что Блинк будет нужен. А, позабыли мы всем в этой игре про Герокоптер. А вон у этих кинокартов присутствует. Без смертей. 2.03 пока играет. Физек, Вилла, Мэджик Вонт или 1100 монет. Все же Герокоптер позиционирует себя в этой игре как кор-герой, поэтому на него надежда есть для Левиафан. Посмотрим, что будет делать дальше. Деминатор всего кому-то покупает. Так, залетает Найт Сталкера. И здесь его тоже слили. Не потратили Клукшот, поэтому если кто-то придет сюда на топ-дефит Тауэр, может быть его встретить хорошо. Сын Кинг. Не так много осталось 500 монет всего лишь до Попки Блинка. Дженкинс. Имеется Орхид, он ждет, когда Джейси выйдет из Инвиза. Джейси вышел. Сразу же опять в Сен-Стору. Просветка нужна, конечно, в таких ситуациях Дженкинса. Даже элементарно одного Сундрижника поставить. Важно сделать один удар и сделать Орхид. Все. Партивник будет убит. Ну, пока Блинка нет, кстати говоря, и удары можно делать. Можно просто Орхид повесить и убить. Так, опять все время на топе Тауэр с Хелли. В Чипынь сдали на Творце, мы видим, что все хорошо в Левиафан. Кургерой держится замечательно, с хорошим фармом. Ну, опять же, в командном, правда, преимущества у них нет. Блинк появляется у Сен-Кинга. Стоит Свидомилонс, поставил Коги. Так, не подпустил на пригород противника. 1-0-4, Свидомилонс в этой игре, ну, действительно решил взять себя в руки. Не умирает. Было парочка моментов, где он должен был 100% отъехать. В итоге, как мы видим, все равно жив-здоров. Может быть, играет менее агрессивнее сейчас. Ну, ладно, не тохнет, не фидит. Не спейс-креэтит, так. Рьяно, как она-то делала в той карте. Вообще, топ-фидеры у нас Сен-Кинг и Даззл по 4 смерти. Висп, на удивление. Одна смерть всего лишь, к нулям смерти Тинни. И у... У... Лох. Так, ну что ж, попытка зацепить здесь, товарищи, фиг от Кост Клей. Его зарезали. Попытается, Винтерскерс хорош, и Тинни в итоге убивает, собственно, у Виспа. Но подкоп пошел. Месть на Флайн-Зебра. Толст-0-ли убили также. 1-2 размен. Ну, в целом, врыв пошел успешно. Так, Найдсталкер включает. Настарк нас. Сен-Кинг снизу. Дэффит от Дженгингсона. Вот он. Вот они, возможности Джесси. Отпушивает Брудун очень хорошо. Стан. Хороший. Отшибе. Отлично. Подловил двоих под стан. Лагуну разрядил именно с Виндом и Лонзо и сделал килл. Ну, первая смерть Клокверка подъехала. Так, ну вот проблема есть у Львиапан. Проблема в Тиннике, который почему-то умирать не хочет. Делает фраги. Неплохо так реализовывается бы Блинк. Ну и бустится. Бустится очень жестоко. Сейчас будет его уже собирать в одном огне. Немножко сумбурно у нас игра проходит. Вот. Мне рассказывают, что оказывается та команда, точнее комплектики, когда проигнорировали пятый бан, они проиграли. Если Львиафаны сейчас тоже проиграют, мы будем с 100% уверенностью утверждать, что та команда, которая игнорирует баны, она проигрывает игру. Ну, небольшая пауза опять же. Страшно. Найн Сталкер. С ним бегает, курьер зависает. Ну, такой больше ворды, видим просветочки всякие таскает. Мишель даже не пытается уформить себя аганим в этой игре. Ну, для Найн Сталкера просто аганима, и агема это какой-то джентльменский набор. Обязан быть всегда в любой карте, чтобы не происходило. Но когда на 14-ой минуте нет даже каких-то намеков на покупку, там, элементарно, какой-то бустера. Такой Найн Сталкер выглядит как минимум странно. Релокейт пошел. Кого будем цеплять? Герокоптер будем цеплять. Эвалендж, то спешат. Да, герокоптер, конечно, вот не доминаторы бы собирать, а собирать какие-то БКБшки сразу, то есть уплотниться хотя бы. Вообще, вот этот вот герокоптер, он... Так, снизу теорию съели Дазлика, причем почему-то как-то Сынкинг и Клокверк на это не отреагировали. Спокойно уходит Дженкингс. Так вот, этот герокоптер, он действительно странный, потому что у него очень мало здоровья, и он не купил себе ничего на статы вообще. То есть у него есть Аквила и Доминатор, которые ХП ему не дают. И в итоге он бегает, пытается фармить, делает все, конечно, на эншитах отводы. Но при первой же атаке стороны Виспа он умирает. Так, вот Висп, кстати говоря, сейчас, конечно, тоже погемит, получается. Саленс, Синемелон, ставит Коги, Эвалендж неплохой, и на развороте Тоз от Зиза подловили. На жадности Фраер был пойман. Пытался скушать Виспа, на этот раз тиммейт реагирует. Ну, Зиз старается в обиду своего Виспа не давать. Тут как бы два варианта. Либо Висп и Тинни убивают всех, либо, если умирает Висп, только от руки Тинни. То есть, либо Тинни убивает, собственно, Виспа, либо Ник Виспа не убивает никто. Это золотое правило игры такой связки. Ну, известно, как убивает Тинни Виспа, это счет Винтерс Кёрс, конечно. А товарищ Винтер, верно. Так, ну, пока вот так вот относительно плоховатенько смотрятся Левиафаны. Одно время, что бегали убивали, сейчас как-то непонятно, то ли они фармиться бираются, то ли где-то они там отдаются. Драки 5 на 5 мы тоже не видим. Ничего не получается в этой игре у Лины, толком есть только Юл сейчас. Герокоптер тоже ничего особо не получается. Единственное, что это делает, это Бруда. Дженкингс, ну так, встает в спейс. На Виспа, вот, пошел Винтерс Кёрс, Саленс повесили и уходит на хосте из-под кулдауна неплохо и переживает еще и этот самый Орхид. Дженкингс, ну, думаю, кого-то же забрать надо. Сетку поставил с Зефриком до конца. Зефрик, есть просветка, даёт просветку, даёт просветку. Я просветку. Нет, решили просто уйти. Ну, и сбежали на пасте. Избежали атаки, вышли все, здорово. Да, вот, покупает тебе Герокоптера, видимо, Мука Клаб, пора-пора уфармить тебе БКБшки. Здесь тут голды с винами лонс, что по всему, райт-кликом захотел купить себе Блэйд Мэл. Ну, почему мы сейчас не взять, например, чейн-мэл? Плотнее немножко станешь. Так. Залетает ракетка, подкопа твоим неплохой, кукшот дальше. Коул, ох, рейрлокейт, залетает. Гулдаун не сбывает, акирокоптер погибает. Он сгибает, так же, Найт Сталкер. Хороших минус два. Интерверно вынужден делать депаут. Ну, а Энш талф дофармит, в общем-то, комплексити здесь. Ну, и вот, впервые за эту игру комплексити выходит вперед. Ну, проваливаются, как-то левиафаны. Аганье Музиза подходит. Все равно, конечно, вот, командной игры почему-то вот не видно у этого состава. Хотя, опять же, вот, левиафаны одна из немногих американских команд, которые свой состав держат. Не меняет никого. Казалось бы, сыгранность, как минимум, должна быть. Чувствовать друг друга должны. Как Вегас Квадрон, например, да, неудачно выступили на Интернешнл. Стали с полным составом. Сейчас выигрывают всех и вся. Стабильность признак. Залог хорошего успеха, да, такого. А вот левиафан почему-то этот принцип не работает. Ребята играют вместе давно, а как-то вот выигрывать не особо получается. Ну, с другой стороны, они и герои все подбирают, таких, которые плохо друг с другом сочетаются. Тут Бруда, Найт Сталкер в одном пике, ну, выглядит ужасно, конечно. Ну, ничего страшного, в этой игре еще вообще ничего не потеряно. Еще только-только мидгейм, переход в мидгейм, поэтому все может тысячу раз еще измениться. Мы просто смотрим с вами на динамику. В динамике просто пока все плохо левиафан. Ну, вот они сейчас пытаются все перевернуть. Юзают у них смог, поезжали в чужой лес, что они видят на карте. Ничего не видят, там у них стояло в сервере в чужом лесу, но никто там не пробегал. Есть еще такой хороший, в принципе, абсолютно. Нет противника, ждут, 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 когда кто-то пойдет. Пушивать пруду. Ну, и в комплекте не торопятся куда-либо вообще вылезать. Стоят. Тени купил себя гоним. Взял себе ветку в руки. Будет сейчас махать налево-направо. Ну, и если снизу будет пуш, скорее всего, просто пока забьют. Ну, или кто-то синицирует, а висп тени уже опосля на релокете прилетят. Так, вот пробегает слухвер, опасно пробегает. У него сразу же огромное количество кликов. Клок, надо драпать отсюда срочно. Ну, там разобрали, левиафаны. Полезный мув. Будет быстро покупать себе шипи, будет делать выхагоним. Найт сталкер у нас тысячу монет. Пока непонятно, что будет делать. Гирокоптер, ну, вот фарм совсем приостановился. Фармить-то больше негде, уже страшно. Страшно выходить, потому что подставишься под ганг комплексити. Пятером сюда бегать невозможно. Семного много денег зарабатывать не будете. Давненько ничего себе. Дженкинс не покупал тоже. Вот, быстрый орхид был. А дальше пустота. Ну, вот есть два триста. Посмотрим, что будет брать. Так, и залетают. Опять на тинника, тосают на тиммейтов. Боже, опять-то подкопали. Ну, как же комбинят. Как же они комбинят. Вот, был гирокоптер, нет гирокоптера. Ну, сейчас, конечно, по всем правилам, по всем канонам доты должны комплексити, всем своим видом показать, что вот, мы сейчас будем забирать вам в сторону. Бойтесь нас оставить гирокоптера, сделать вайбэк, отойти. Это в идеале. ТП, а пруда. Санкинг не реагирует, пока держится на холд позицию. У него есть эпицентр, он хочет просто красочно влететь. Мы все прекрасно понимаем. А тинни просто бьет тавер. Просто бьет этот тавер. Глиф еще имеется, оставляют. Ждут все-таки гирокоптер, когда появятся самостоятельно, без байбэка. Очень важно. Снизу, кстати говоря, довольно серьезно крипочки там подъедают. Тоже базу. Не забыть бы, не провтыкать комплексити в этот момент. Так, здесь получает орхи. Так. Глиф вешается в своего почему-то хукшоту. Там зашел Санкинг с эпицентра. Как же он фантастически зашел. Минус два. Есть Винтерс Керс. У нас Виндомилон. Злуд наживает. Зачет Шеллоу Грей. Вот Дазл сам погиб, правда. Так. Неплохо. Керкови тоже съели. Здесь падает у нас тем временем Брутмазер. Два в три размен. Байбэк пошел от Бруты. Юзи адзе Глиф. Ну что будет делать Дивс? Виспомни. Неужели вы тут? Да, уходит. Санкин. Король. Король Песков. Не показалось почему-то весь дэмэдж, который он в нем в замесе. Он, очевидно, больше, чем 129. Но влетел Акибох. Акибох. Так, снизу Тавр, конечно, немножко пострадал. Но, тем не менее. Плюс в комплекте, безусловно, остались. Там Брута делала байбэк, естественно. Пока только с одним Огарклабом. Герокоптер умирал, опять же. Ну, и остался в живых тени. Вот что важно. Покупается Киперстоун, будет осалки раз. Теперь уже с троением мы будем разговаривать намного-много проще. Надо быстрее с ними расправляться. Все же, когда вот такого лейтового героя в одного играет команда, нужно стараться игру закончить быстрее. То есть, где-то, где-то в логовом лейте, а потом скажется отсутствие дополнительной помощи для тени в плане нанесения ДПС с руки. Потому что это все, как бы, вот это, вот это, вот это. Это все нюки, касты какие-то. Бьет с руки только тени, по факту. На минуте их там на какой-то 50-х, 60-х условно будет сложнее намного. Играться в доту. Ну, что там бруда, БКБ, Лина БКБ, герокоптер БКБ, и, черт возьми, как побеждать. Будет непонятно. Так, смог вылыска пошла. Ой, хорошо, на иллюзию развелись здесь левиафаны. Не подставили комплекстики в результате. Смог, был причем на провал. Так, надо ли Рошана забирать? Большой вопрос, на самом деле. Рисковать будут очень сильные левиафаны, если на этого самого Рошана пойдут. С другой стороны, давать противника тоже не хочется. 23 минуты, герокоптеры до сих пор без БКБ. Ужасно, просто ужасно. Ну и здесь Дженкингс. Тавр съесть пытался, не добил. Тавр донайтс и сам в таверн. Правляться он же после байбэка еще. Опять жадность. Бруда, но могла дождаться лучшего момента, чтобы зайти и съесть через бакдор. Ну, Митрилхаммер, кстати говоря, куплен. Претензий никаких, скупился на полный. Есть Аганим, купил себе Сминдомилонс. Персверенс покупает Спич Эсси. Есть Глиммер у Бата. Ну, конечно, по билдам у комплекции все полный порядок. Есть трудности у ребят из левиафаны. Они себя айтемы еще ключевые не дофармили. Рошан заходит теперь в сами комплексы. Претендовать на... Этого самого Рошана левиафаны никак не могут. В отсутствие бруда они явно сюда не сунутся. Это Лотусорб вообще будет отсыкнен, да. Ну, круто. На самом деле, вот Лотусорб грамотно кинутый. До Винтерскерс он так может зарешать. Или до Лагуна Блейд. Предугадать так, кого Винтер Вернов пытается влать Винтерскерс. На него повесить Лотусорб. И наслаждаться полученным результатом. Так, а Эггис появляется в тени. Я думаю, особо-то и нет смысла ждать чего-то. Надо вперед идти. Ломать Тир-2 хотя бы. Если уж не на хайграунд забираться, так Тир-2 сломать. Так, чего Цинькинг не понравился на медлении. Решил пойти на базу. Подхилялся, видимо. Ну, Тир-2 спокойно забирает Зиз. Ну, логично всего предположить, что левиафаны будут принимать гостей только на своей базе. Принимать Тир-2 довольно опасно. Все же. На своей возвышенности проще намного. Джейн Кингс. Вот отчаянно пытается выформить себе свою БКБшку. Тут у нас есть БКБ наконец-то у Герокоптера. Ну вот. Вот так не хватало этого айтема. 25 минут. Как же поздно купим этот артефакт. Уже давно пора задумываться на этой минуте о том, чтобы как-то купить артефакт на урон уже, да. Пробивать сплэка. В обычных, дефолтных ситуациях. А вот в этой игре Герокоптер только-только с выживаемостью определился. Заходит Диз в наглую на Джейн Кингс. Начинает пробивать с руки. Вот он на нем бесел какое-то время. Пока стоит один. Но у него есть айгис. Он может разменивать его. Получает кулдаун спину. Войд. Грызть его пытается шелугрей. Пока вешается. Тут у нас коги неплохие. А почему-то увез Виз. Тинника своего. Зачем увез? Глоквер там классно так соинициировал. В итоге сейчас команда будет страдать. Пока Виз Синни не вернутся. Потеряли уже Глокверка. Потеряли Дазла. И вот приходит Диз с виспом. Но нет. Это будет плохая. Хотя Чесси убогий какой-то царь Песков. Вы посмотрите на него. Чесси, Чесси. Вторая игра подряд. И что же творит этот мастер? Мастер Сенкинг. Что Лина? Что Сенкинг? Ну, фантастически отыгрывает Чесси, конечно. Да, Леофаны тоже были в шоке от увиденного, от произошедшего. И больше они сражаться против Комплекси не хотят. Во всяком случае, в рамках этого матча. Поздравляем. Комплекси заслуженная победа. Очень четко отыграли две карты. В принципе, претензий никаких нет. Это драфтили здоровски. Ну, Леофанам нужно подумать о том, как брать героев, наверное. Что тут у них с драфтами как-то немножечко не вяжется. Да и потом по игре тоже видно, что какого-то взаимодействия, конечно, команде серьезного нет. Ладно, ребят. Это была первая игра. Это был первый матч. Группу A мы с вами посмотрели. Теперь мы будем с вами перемещаться на группу B. Там у нас сегодня будут играть деперанские команды, я напомню. Light Wolfs против Team Unknown Xiu. Напомню, что вчера Team Unknown Xiu уже одну встречу проводили. Они там проиграли в Рутгемик 1-2. Литвульс еще не играли. Так что поглядим, кто окажется сильнее. Сейчас я посмотрю, во сколько начнется матч.